И мы, поехав куда-нибудь в поездку, особенно за границу, сталкиваемся с тем, что непонятно, что делать с кишечником. Потому что он наиболее уязвимая часть нашего организма, не мозг, не сердце, а именно кишечник, потому что он является границей между внешней средой и нами как таковой, то есть нашей внутренней средой. Самая длинная граница, самая протяженная, самая объемная, самая уязвимая, как мы с вами знаем, именно она. Это не кожа, а именно вот слизистая кишечника. И, соответственно, по поводу кожи мы с вами знаем, что нужно делать, а вот по поводу кишечника все-таки остаются вопросы. Я решила эти вопросы немножечко так разъяснить. Мы с вами, безусловно, не сумеем за час, даже и за час небольшим, выявить все кишечные инфекции, которые только есть. Особенно, если вы отдыхаете, скажем, или живете где-то, ну, скажем, не в обитаемых нами местах, да, где-то поехали в дальние края, где-нибудь там, не знаю, Таиланд, Китай, Мальдивы и так дальше. Там вообще свои инфекции, не говорю уже об Африке, там вообще свои инфекции, там вообще свои проблемы, к которым, ну, подходите, подходите еще. И надеюсь, что мы с этим не столкнемся. Но даже если вы где-то вот в обитаемом пространстве, да, недалеко от дома или просто дома, вы никуда не выезжали, но летом, что-то цапануло. Потому что кишечная инфекция, к сожалению, активируется именно летом, в теплое время года. И особенно в десятки раз сильнее себя проявляют годы и периоды активного Солнца. Когда-то я была на лекции по, может, даже, кстати, и по кишечным инфекциям, ну, по крайней мере, по инфекциям. И очень хорошо помню, что лектор упомянула о годах активного Солнца, которые бывают там в раз в 11 лет, ну, то есть по повышению активности Солнца. И буквально в десятки, я не помню, в 30 раз увеличивается или в 40 раз, но в десятки раз увеличивается частота поражения различными вирусами и бактериями. В основном они реагируют на активное Солнце. Ну, своим активным проявлением, естественно. Потому что все живое любит активное Солнце. Более мощно растут растения, более активно размножаются бактерии, более, так скажем, нервически чувствует себя и человек. То есть он становится каким-то немножечко гипер даже активным. Поэтому мы нервничаем, да, во время активного Солнца, во время магнитного Солнца. Потому что магнитный бурь. И если всему живому это идет на пользу, то человеку не особенно, потому что он просто не знает, что делать со своей энергией, не умеет с ней обращаться. Так вот, если мы говорим о вирусах, бактериях, гельминтах, простейших, это все, соответственно, активируется и нас начинает атаковать. Потому что, ну, многие из этих живых существ завязаны с нами напрямую и, как бы сказать, любят вселиться в нас. Даже те инфекции, которые, в принципе, к нам отношения не имеют, а являются, ну, скажем, занозными инфекциями, то есть принадлежащим животным. Но в годы активного Солнца могут поражать и нас. И вот в настоящий момент как раз именно период активного Солнца. И мы должны с вами более внимательно быть к тому, что нас окружает, да, в плане, ну, пищевой среды, по крайней мере. Лето никогда не угадаешь, что ты там съел и что с тобой приключилось. Но нам с вами важно понимать, что, да, нас могут атаковать многие живые существа. И, в принципе, для нас это называется болезнь. Для них это просто жизнь. И здесь, в общем-то, в общем-то, не особенно важно, кто нас атаковал. Вирусы ли, бактерии ли, протозоины ли это инфекции, то есть простейшие какие-нибудь амебы, да, или там, скажем, лямбли, либо гельминты. В принципе, для кишечника, не особенно важно, он реагирует на любое проникновение, диареи, иногда болью, воспалением, ну, естественно, изменением пищеварения, то есть тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита. Вот такие общие симптомы, они, собственно говоря, характерны для всех кишечных инфекций. Плюс-минус, мы сейчас будем с вами разбирать, чтобы вы более-менее ориентировались, да, ну, все-таки, что это, да, там, скажем, вирус или бактерии, или амебы, например. Конечно же, я не ставлю своей целью вас образовать как медицинский институт, чтобы вы четко ставили диагноз, да, вот, посмотрели симптомы, и вот, ну, это вот холера, да, или это паротип. Нет, конечно, но разница в проявлениях есть, есть. И вот с нее я, наверное, и начну, потому что если вирусы, а их достаточно много, это не только ротовирусы, которые мы привыкли ассоциировать именно с эндеритами, да, с вот диареей, вот такого вирусного происхождения. Нет, это могут быть так называемые норовирусы, есть различные виды аденовирусов, которые также, в общем-то, захватывают кишечник тоже достаточно часто, ну, слизистые, есть слизистые, там тоже слизистые. И есть множество вирусов, с которыми мы еще даже и не знаем вообще, как к ним подступиться, мы можем даже их еще не опознавать. И такие вирусы проявляются, и, кстати, они, ну, скорее всего, это вирусы, по крайней мере, так думают, могут проявляться, например, в средах, да, где канализационная система, например, требует замены. В частности, в прошлом году люди привозили из Абхазии пораженных детей, причем вплоть до токсического поражения печени. Ой, как вытаскивали этих детей, кстати, на напитке долголетия, так для себя заметьте. Вот, и никто так и не знал, что это такое, потому что, ну, может быть, какой-то незнакомый вирус, мутировавший, ну, кто знает. Вот, поэтому столкнуться мы можем с чем угодно, но все-таки, если мы будем говорить о вирусах, начнем с них, да. Да, может быть, диарея, да, скорее всего, да, водянистый столк при вирусах, он, как правило, водянистый и сопровождается течением из носа, глазки, да, вот больные. То есть, вот симптоматика вируса все-таки есть, какой бы это вирус ни был, течет, отовсюду течет, да, из нос течет, так сказать, из кишечника течет, из глаз течет и так дальше. Вот водянистость стула, повышение температуры, это тоже важный признак именно вирусной инфекции, отсутствие аппетита, слабость, может быть, мышечная боль, то есть все, как вот при вирусе. Что может быть? Рвота редко, слизь и кровь в кали, ну, практически никогда. Это вирус, да, течет иногда очень бурно, да, особенно у детей, которые температурные свечки, да, человек взрослый может температуру не давать. Но все-таки для вирусов характерна высокая температура вирусных кишечных инфекций. И если вы, скажем, хотите, да, ну, уточнить вирус это или нет, то вы сдаете анализ крови и, собственно, видите увеличение количества лимфоцитов. Если это бактериальная инфекция, и вы, скажем, стали кровью, да и хотите, кишечная инфекция, она все-таки будет сопровождаться увеличением количества нейтрофилов, кроме так называемой нейтрофильной лейкоцитов. Так называемое сдвижение, как у нас учили в институте, да, сдвижение лейкоцитарной формулы влево. Ну, вот врачи иногда такую хитрую фразу говорят, это бактерии. Вот это бактериальная инфекция. И диарея очень часто будет сопровождаться именно выделением слизи и крови. Животик, если, например, у ребенка, да, вы не знаете, что это бактериальная или вирусная. Животик при вирусной кишечной инфекции болеет, ну, практически безболезненным. Ну, может быть, там, сдутие небольшое, но безболезненный. При бактериальной, вот, уже начнется болезненность. Могут быть и сами боли, и могут быть так называемые тенезмы, да, такие потуги, как бы, вроде бы, хочется в туалет по большому, но ты не можешь сходить. Это называется тенезм. Вот, это уже бактериальная вещь. При вирусе нет. При вирусе все-таки таких вот симптомов не бывает. И, конечно же, может быть поражение амебное, да, может быть запросто, может быть их огромное количество видов. Но в Средней Азии, в Казахстане в основном распространена эндамеба хистолитика. Вот ее огромное количество. И вывести ее, откровенно говоря, очень сложно. Если местное население, оно привыкает и как-то носителями являются, в общем, на это не обращать внимания. Ну, там попоносил недельку и, в общем, дальше живешь спокойно. То для человека, который приезжает и ни разу не сталкивался с этой амебой, это может быть сильной проблемой. И метронедозол не помогает. И капать приходится метражил. Да, причем каждый день по две капельницы, там, почти две недели. Это, в общем, мало интересного. Вот, если это амебные дела, да, то вздутие. Плюс к тому, что диарея, плюс к тому, что тошнота и отсутствие аппетита. Вот не хочется есть, потому что ты не знаешь, да. Съешь ты что-то и побежишь, ты куда-то там добежишь. Вот, такой вот резкий, резкие такие позывы, да, к алификации. Слизь, кровь в ткале уже могут быть. В основном слизь. Изменение количества, естественно, стула. Такое огромное количество, что ты столько не съел. Но при этом не водянистый стул, как при вирусном, а вот такой, что есть что-то, да. Потому что амебехистолитика, она, ну, как бы еще расщепляет ткани. И, в общем-то, всегда что-то такое наполнение какое-то есть. И достаточно долго идет стул, вот, как есть. И, соответственно, изменение характера стула, ну, естественно, диарея. И изменение запаха и цвета стула. Да, это может быть. Он становится иногда более светлым, таким бежевым. Иногда оранжевым, такой в оранжевый оттенок. Вот это вот амебные дела. Что еще может быть? Могут быть, конечно, гельминтные поражения. Но здесь все-таки симптоматика, да, может быть, это тошнота и рвота, но буквально разом. Вот это вот уже похоже на гельминтиков. То есть, когда они инвазируют, да, проникают, они дают сыпь, могут дать по типу аллергической реакции. Может быть, боли вокруг пупка. Может быть, вялость, капризность ребенка, например, если ребенок. Да, у взрослого этого может даже не быть. У ребенка более яркие симптомы. Может быть, сыпь, вот это важный момент. Вот сыпь, аллергические проявления, вот это характерно для гельминтов. И могут быть, скажем, послабления стула, ну, буквально день-два. И все. Даже может температура немножко подскочить, но не как при вирусе, там до 38 и выше. А где 37,5, ну, как-то так. Вот, и потом сразу падает. То есть, как бы прошло само. Иногда и без лечения, ну, собственно, гельминт угнездился, все, он прижился, все. Он не дает о себе знать дальше. Вот. Что еще, вот чтобы нам с вами такое важно не пропустить. Могут быть, естественно, вот среди кишечных инфекций, не особенно кишечных, но тем не менее, инфекции желудочно-кишечного тракта и его окрестностей. Я бы все-таки не забыла бы про гепатит А. Ребята, вот про это забывать точно не надо. Тем более, что симптоматика достаточно яркая, а пропускать его не надо. Потому что специфического лечения до сих пор для гепатита А нету. Вроде бы он считается не такой уж опасный, как, например, гепатит С. Гепатит С вообще прозвали ласковый убийца. То есть, он реально приводит к циррозу печени достаточно быстро. Но гепатит А или алиментарный, то есть, который передается через рот, да, с пищей алиментарный, он называется еще болезнью Боткина и все-таки всегда связан с желтухой. Вот пропустить сложно, но летом, когда мы все загорелые, действительно тяжело гепатит А отличить от кишечных инфекций. Ну, по сути, его тоже можно присоединить к кишечной инфекции, потому что это важный все-таки момент. И потом печень лечит, тоже, в общем-то, устаешь. Так вот, если мы с вами говорим о гепатите А, нельзя пропускать моменты, когда вот аппетит вдруг снизился. Вроде бы больше ничего нет. Снижение аппетита, какая-то вялость и слабость. Вот это очень характерно для гепатитов, вообще для поражения печени. Слабость, слабость. Вдруг. Вот не хочется ничего. Вот все было вчера хорошо, а сегодня, ну, перекупался, перегрелся, да, особенно детишек, ну, полежи сегодня. Вот здесь вот, как только отсутствие аппетита у ребенка, особенно если вы отдыхаете, и он активен должен быть более чем, и вдруг он такой вяленький, да, то сразу смотрите, слизистые нет ли желтизны. Сразу смотрите, нет ли потемнения мочи. Вот это важный момент. Кожа вы не заметите пожелтения, а вот склеры, глаз, да, слизистые глаза, да, которые покрывают глазное яблоко, видно будет желтушность, склер. Спросите у человека, который, ну, не знает вашего ребенка, да, который вот не покажется ли ему там даже желтоватый цвет склер. Потому что посторонние люди иногда даже быстрее отмечают и говорят, ой, что-то у вас там нет ли желтушки. Соответственно, смотрите за температурой, потому что может подняться температура при гепатите, температура достаточно часто. Ну, вирусная инфекция, это температура какая-то. Вот мы обязательно вот рассмотрим вот такие вот моменты, да, сейчас остановлюсь на некоторых бактериальных более подробно, потому что, ну, чаще всего встречаются. Так вот, если мы с вами видим, что напасть на нас есть кому-то, да, и от всех не отобьешься. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, о чем я всегда говорю, что все паразиты, ну, назовем это общим словом паразиты, хотя, конечно, вирусы, ну, к паразитам никак не относятся, это вообще не форма жизни. Бактерии тоже сами по себе, и тоже паразитами их не назовешь, но давайте возьмем это вот общим таким словом. Те, кто нас, соответственно, на нас нападает и как-то пытается выжить за наш счет. Мы будем это рассматривать в схеме именно паразитарных инвазий. Они все боятся одного и того же. Абсолютно. Тех же специй, тех же горечей, тот же лист березы, тот же корень аира, вирусы, ну, не забывайте, если вы вообще у вас ничего нет, да, под рукой, ну, нет, вот вы меня не услышали, да, там, скажем, часть, услышали, что я сказала про корень аира. Вот корень аира в аптеке всегда есть. Вирусные инфекции все хорошо поддаются работе с корнем аира. Скажем, те же бактериальные, это девисил, караосины, почки березы, кара дуба, что там еще, какой-то горец змеиный корневища, да, ну, и, соответственно, нигелла, то есть родственница черного тмина, сам черный тмин и все виды специй. Это вот бактериальные вещи. И они же, в принципе, работают и против паразитов всех мастей. И они же работают, ну, плюс там, скажем, расширенный спектр специй, тот же лавр, тот же, та же гвоздика, та же корица, тот же сумах. Они работают еще и против протозойных инвазий и против гельминтов. То есть, в принципе, набор уже ясен. Он всегда был единым. Если природа нас поражает, то она же нас и спасает. Потому что, извините, как-то так принято вообще в этом мироздании, да, что если есть некий поражающий фактор, то есть всегда решение этой проблемы, да, и оно, в общем-то, как правило, лежит у вас под ногами. Все, в общем-то, достаточно просто. Но мы забываем о том, что все это единый источник, да, некое живое, которое пытается у нас проникнуть. И против этого живого щит всегда один и тот же. Это специи, горечи, антибактериальные, антивирусные средства, которые есть в природе. Исходя из этого, мы с вами не рассматриваем какое-то специфическое лечение. Это, скорее, не специфическая профилактика, ну, если угодно, да, лечение, хотя мы с вами говорим не о лечении, все-таки об оздоровлении, потому что концепт здоровья – это не медицинский. Центр, да, который, там, скажем, свои какие-то методы лечения предлагает. Нет, это вполне объяснимые все алгоритмы оздоровления. И мы всегда этим пользовались. Просто концепция здоровья – это привела в состояние научного, так сказать, прорыва, да, открыло то, что было давно открыто, просто куда-то заметено под ковер. И это все реализовало на хорошей научной основе. И, соответственно, мы с вами опять возвращаемся к тем же самым природным средствам, которые нас и защищали все. И если мы с вами сейчас рассмотрим еще отдельно, я хочу только несколько, некоторые дать аспекты бактериальных инфекций, потому что они чаще всего бывают. Потому что вирус, с вирусом надо подстричаться. Бактериальные поражения кишечные все-таки по статистике чаще встречаются летом, чем вирусы. Чем вирусы. Так, ну хорошо, значит, сейчас я посмотрю, чтобы мне ничего не забыть. Так, значит, мы с вами договорились, что мы не будем разделять там вирусы, да, на какие-то энтеровирусы, ротовирусы, норовирусы. Но все они, уже сказала про симптоматику, все они чувствительны, давайте еще раз, к корню аира, к любым специям. В основном такого резкого действия, как имбирь, корица, гвоздика. Вот вирусы любят подрежь чеснок. Ну не то, что любят, наоборот, не любят. И что еще? Лук чеснок, наш любимый, который мы с вами знаем. Энтомиоба, хистолитика, про которую я сказала, чаще всего из простейших имена, она поражает, встречается и высевается, соответственно, скал. Это все-таки специи, конечно же. Это дубильные вещества, кориосины, дуба, сумаха. Это танины, скажем, того же черного чая, да. Да, бузины, где у нас танины много, черноплодки, айвы, граната, граната, вот граната, да, корка граната, сок граната. Это, кстати говоря, в Средней Азии лечебное растение. Его буквально обожествляли за счет того, что он избавлял от многих проблем именно с простейших. Так, что еще сумах сказала? Ну, вот основные. Кто еще у нас? Сафилококки, да. Вот это бактериальная флора, которая действительно может поражать достаточно активно. Тоже кишечные антисептики. Тот же самый там марганец, да, что мы там начинаем использовать? Раньше использовали марганцовку. Надолго не задумываюсь. Сейчас мы с вами уже, в общем, понимаем, что не только марганец работает, но и кремний, мои дорогие. Причем он работает, опять же, и по вирусам, и по бактериям, и по амебам, но в меньшей степени. И в меньшей степени по гельминтам. Да, он укрепляет, безусловно, кишечную стенку, но, тем не менее, вот по вирусам работает кремний лучше всего. Что же касается стафилококка, он хорошо реагирует на базилик, лавр. Сейчас вспомню. Базилик, лавр тоже, безусловно, такие сладкие, сладкие специи, сухой имбирь среди них. Так, базилик, лавр, сухой имбирь, гвоздика, корица, лакрица, лакрица. Вот, и лакрицу очень не любят стафилококк. Ну, вспомню потом дальше еще что-то. И, кстати, заметьте, вот состав мужского здоровья, вы знаете, купаж мужской здоровья, возможно, вы им никогда не пользовались. Потому что, ну, мужское здоровье, может быть, меня слушают женщины в основном, там мужьям иногда покупают, да, для профилактики простатита и так дальше, так дальше. Но у мужского здоровья есть еще одна функция, это противовоспалительный купаж, причем такого широкого спектра действия. Обратите внимание, там и тыква, да, это противогельминтный сильнейший агент, там и бадан, профилактика циститов и так дальше, да. Там и лавр, там и базилик, про который мы с вами только что говорили в плане стафилококка. Ну, копеечник, женьшень, это такие, в общем-то, в основном мужские экстракты, там тмин, который обладает противовоспалительным действием, в принципе, при любой инфекции. Там тысячелистник, это горечи, и он же используется при лечении того же даже гепатита. И там чистотел, это мощное противовоспалительное средство, которое использовали наши клетки достаточно широко, мы просто с ним не умеем работать, потому что это условно ядовитое растение. Так, как кишечный антисептик очень хорошо работает. И, соответственно, дальше мы сейчас, на каких я еще остановлюсь, чтобы мне просто не забыть, ну ладно, давайте я пойду по отдельным таким нозологиям, что называется. Нельзя не сказать про дизентерию. Дизентерии сейчас достаточно много. Она вызывается бактерией, да, которая называется Шигелла. И мы про нее, в общем-то, в какой-то момент даже основательно забыли, ну, потому что дизентерия – это какой-то пережиток прошлого, там кровавый понос, да, это когда-то было, потому что мы плохо мыли руки, вода была не обеззараживая и так дальше, так дальше. Но дизентерия возвращается, причем победно. Шигеллы стали устойчивыми, и здесь важно тоже ее не пропустить. Почему? Потому что это необычная, там, скажем, диарея, которая может быть до 10, 20, даже 30 раз за суток. Если вы понимаете, что дело идет уже как бы, ну, к истощению, да, на этом фоне, то давайте думать про дизентерию. И не забудьте, что при дизентерии всегда боли. И могут быть иногда вот эти самые тенезмы, когда мы чувствуем позывы кодификации, не можем сказать в туалет, потому что больно. Рвота может быть достаточно часто, тошнота также. К животу не прикоснуться, слизь и кровь, калия практически обеспечена. Практически с первого дня, ну, может, не с первого, но с второго точно. И, конечно, там уже лучше исследоваться, да, там ПЦР, ИФАМ, ИКАЛ сдаем, да, кровь на Шигелл. Ну, тут мы уже не должны это пропустить, потому что дизентерия сейчас, к сожалению, устойчивая форма Шигелл антибиотикосерапии. Такая серьезная ситуация. Вот, и если вы сдали кровь, и там лейкоциты, нейтрофилы, в частности, выросли, да, ну, вот, уже понятно, что бактериально, и лучше все-таки здесь аккуратно. Что же касается еще одного возбудителя кишечных инфекций, про которого почти забыли, потому что он как-то одно время, ну, вообще как-то его списали со счетов, вроде он не сильно-то опасен. Он, в общем-то, сам как-то выходит из организма, но сейчас появились более, скажем таки, во-первых, устойчивые формы, во-вторых, более злые. Уж не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что стали по-другому содержать кур, в мясе которых находит этого возбудителя. Называется возбудитель Кампилобактер. И вот Кампилобактериоз, да, такой, такая достаточно серьезная проблема стала, потому что очень часто летом мы делаем шашлыки, и дети не всегда едят мясо. Да, мы им чаще, ну, часто, по крайней мере, жарим курицу. Вот они любят курочку, и вот там голени, там, не знаю, что еще, ну, начинают жарить. И очень часто не прожаривают, потому что курицу очень легко, чтобы она, ну, обуглить, да. И хочется, чтобы было мясо сочное, и снимают чуть раньше. И если около кости розовое, красное мясо, то там вполне может быть Кампилобактер, потому что кур сейчас содержат в таких условиях, что они тоже, ну, как бы сказать, становятся более восприимчивыми к инфекции. И Кампилобактер очень часто именно вот на, в курином мясе сохраняется. И в молочном, и, в общем-то, тоже можно его цепануть. Но куриное мясо, это прям классика жанра. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Если вы, ваши дети любят тоже куриные шашлыки, там, скажем, или там цельные, там, ножки куриные, то они должны быть прожарены. Вот тут уж извините. Потому что современный Кампилобактер, к сожалению, вызывает артриты и эндокардиты. Тоже сопровождается диареей, но, в общем-то, он такой, да, не сильно опасный. Немножко бы поносил, как говорится, и все. Но вот эндокардиты, как осложнение, то есть воспаление сердечной оболочки и артриты, вот реально стали проблемами. Вот, обычно делают посев кала на Кампилобактер, потом назначают, уж извините, эритромицид, ну, или какой-то аналог. Но что я хочу сказать, вот то, что мы с вами изучаем, да, продукцию, концепцию здоровья. И мы реально очень хорошо помогаем этими продуктами, все это мы с вами знаем. Но имейте в виду, что это не заменяет лечение, если это реально бактериальная инфекция, и вы это об этом уже знаете. Вот, я очень не люблю антибиотики, честно вам скажу, но есть вещи, которые, извините, с которыми нельзя шутить. Вы, конечно, можете попробовать лечить дизентерию, там, скажем, корками граната, как делают там где-то глухих селеник. Но если у вас есть возможность подобрать, сделать посев, да, и подобрать чувствительное к антибиотикам, ну, в смысле, они должны быть чувствительны хоть к какому-то антибиотику, формы. То есть проверить на чувствительность к антибиотикам и пролечить все-таки антибиотики. Давайте мы вот с этим не будем. Почему? Вот противовирусные препараты, я про них никогда особо не говорю, потому что, ну, я не вижу их, ну, действительно, активных эффективностей. Ну, нету их. Ну, природные средства здесь работают гораздо больше. Тот же кремний, тот же напиток долголетия, тот же корень аина. А вот что касается бактерий, не все так просто. Поэтому, пожалуйста, вот здесь самодеятельности не надо. Да, мы с вами сейчас поговорим о том, как профилактировать, мы с вами поговорим о том, как восстанавливаться, но будьте любезны, с этим не шутите. Так, с бактериями. Значит, стафилококковая инфекция, все-таки, чтобы вы от нее тоже как бы далеко не ушли, да, не пропустили. Очень часто стафилококковая инфекция начинается все-таки с классических стафилококковых симптомов, если можно так сказать. Это боли в горле, повышение температуры, кожные высыпания тоже могут быть. Такие гнынечковые. Гнынечковые. Вот гнынечки. Вдруг откуда-то, да, обсыпала гнынечками. Диарея со слизью. Может быть, струдненное носовое дыхание, потому что шкорки появились. Может быть, сухой кашей, затрудненное глотание, потому что стафилококк, он входные ворота тут же пытается погасить. Да тошнота, рвота может быть, но это как бы может быть такое смазанное течение. И общее такое ослабление организма, тоже вялость, не такая сильная, как вот слабость при гепатите, но тем не менее такая вялость. И обезвоживание при стафилококке тоже достаточно быстро происходит. Не хочется глотать, да, ребенок особенно, вот, у которого много стафилококков. Ну, есть детки, которые дисбиоз, с рождения у них стафилококк, как сейчас. Вот тоже не пропустить, потому что, ну, она действительно характерная достаточно. Вот эти гнойнички, это затрудненное глотание, потому что горло воспалено уже привычно, что называется. Это все-таки вот из такого. Вот тоже посев микроскопия крови может помочь, да, посев крови. Чувствительность к антибиотикам однозначно. И, соответственно, ПЦР, иммуноферментный анализ, все нам в помощь. Но, как правило, назначает, опять же, аминогликозиды, но этого не избежать. Ну, полусинтетические там пенициллины, но я не могу вам сейчас сказать, что я знаю некий природный антибиотик, я их много знаю, который бы вот с современными стафилококками справился на раз. Если бы я такое знал, я бы вам однозначно сказал. И все-таки осложнение при стафилококковой инфекции, остеомиелиты, воспаление суставов, синуситы даже, годами длящиеся, все-таки слишком высокая цена. Для того, чтобы быть легкомысленными, да? Что касается амеб, что я вам еще не сказала. Еще раз, чтобы вернуться. Значит, обильный стул, как я уже сказала, с прозрачной слизью, могут быть схваткообразные боли, вздутие живота, очень выраженное. Очень выраженное вздутие живота. Это вот может быть такой прям животик. И, соответственно, стоит только что-нибудь съесть, прямо об их она начинает так активно работать. И ухудшение, конечно, диарея усиливается. Поэтому люди прям боятся что-либо есть. Ну, конечно, не до истощения, но тем не менее. И, соответственно, болезнь живота может быть не такая выраженная, как, например, дезинтерия при сальмонеллезе, но тем не менее. Вот, кстати, сальмонеллезы. Сейчас перейду к сальмонеллезе, чтобы, что еще хотела сказать, вздутие. Значит, вздутие, в принципе, может встречаться при амебных поражениях, при сальмонеллезе, при дезинтерии, да. При дрожжевых, естественно, инфекциях. Когда вы переели сладкого, да, у вас тоже вздутие может быть довольно сильный. Иногда тонкий кишечник буквально раздувает. Кишечник раздут, и даже иногда сердце начинает запоить, потому что тонкий кишечник его прям поддавливает. Вот, но вздутие при дрожжевом поражении, вы знаете, что газа без запаха. Что же касается всех остальных поражений, вздутие всегда реализуется с запахами. Газ с запахами. Вот это вот не забывайте тоже дифференциальный диагноз, да, если можно так сказать. Газы с запахами, ну, как правило, это бактериальные вещи при вздутии. И массажики, конечно, при вздутии их приветствуют, потому что газа отходит более-менше. Сальмонолез, не могу про него не сказать, очень часто встречается сейчас, особенно, особенно, в связи с тем, что многие люди стали понимать, что белок куриного яйца на него нерегирует плохо. Это тоже подтверждается различными тестами, аллергопробами и начинают искать некий альтернатив. И если перепелиные яйца, скажем, не подходят, то выбор падает на гусиные и утиные яйца. К сожалению, гусиные и утиные яйца поражены сальмонолезом, ну, может, не в 100%, но, ну, процентов в 95 точно. И если они свежие, то, в принципе, нам ничего не грозит. Но как только они немножко полежат, особенно влажные, то сальмонеллы начинают активно размножаться. Пожалуйста, запомните уже раз и навсегда, запишите, передайте своим детям, чтобы они передали своим детям, что сальмонеллеза легко избежать, если вы варите яйца, ну, сырые, как бы, жару, гусиные и утиные. Ну, вы точно есть, наверное, не будете, правда? Но если вы их варите, то, пожалуйста, кладете яйцо в воду, оно не должно стоять вертикально, оно должно лежать на дне. А гусиные и утиные прям должно лежать на дне. Не приподнятый краешек, не вертикальное положение, как поплавок, особенно если они где-нибудь в толще воды вверху плавают, они даже на дно не опускаются. Нельзя есть такие яйца. Ну, пожалуйста, я усочку правду. Потому что сальмонеллу вы не убьете печеньем, то есть ее много. Даже если вы ее убьете 3 часа варя яйца, то токсины сальмонеллезные останутся в этом яйце. Поэтому яйцо должно лежать плоско на воде, на дне кастрюли. И вы его там варите или там в смятку, в крутую. Вот, это важно. Если вы этого, ну, как бы сказать, если вы это будете поддерживать, то поверьте мне, что сальмонеллез, ну, в мясе его нахватать столько, чтобы вот действительно вызвать у себя прям выраженный такой сальмонеллез, ну, это казуистика какая-то, но чем отличается кишечная инфекция под названием сальмонеллез у симптоматики, это тоже важно знать. Вот при сальмонеллезе понятно, что повышение температуры, понятно, что частый стул, но он зеленоватого цвета, вот гусиный стул, что называется, из лавонного запаха. Иногда пенистый. Иногда до 10, там, до 12 раз стул. Боли выражены, выражены сальмонеллы, родственники паратифов и тифа, ну, возбудители паратифа и тифа пришло, поэтому боли будут. И калит, в общем-то, обеспечит, да, ну, просто он не такой опасный, как, скажем, паратиф или тиф. Но зловонный зеленый пенистый стул, да, это вот сальмонелл. Конечно, и тошнит, иногда и рвет, но тут уж как бы куда деваться. Вот так немножечко как бы быстро, да, но основных мы с вами зацепили и даже поговорили о дифференциальной такой диагностике различных инфекций кишечных. Конечно, у детей они текут чаще, более выраженно, более ярко, со спиком температуры, там, до 38,5-39. У взрослых часто достаточно проходит сглаженно. Но если вы понимаете, что диарея тоже прошла, тошнота ушла и так дальше, но при этом анализ крови дает лейкоцитоз, все-таки лучше покопать в этом направлении. Если вирус, хоть он не уйдет полностью из организма, но оставит вас в покое, бактерии, к сожалению, современные, они немножко другие, да, они уже немножко опаснее, чем были, например, там, 100 лет назад. С гельминтами мы с вами, это отдельная тема, да, целый курс есть противопаразитарный, поэтому на них сейчас не буду останавливаться. Но что касается вот вируса, бактерий, все-таки бактерии требуют к себе внимания более выраженно. Что мы можем с вами сделать, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, где-то тем более вдали от дома? Конечно, профилактировать. Ну, вы, наверное, уже и поняли, собственно говоря, что для профилактики у нас с вами есть все. Это жидкий кремний, это база, укрепляющая слизистую, тонкого и толстого кишечника и желудка, и пищеводы, и чего бы там ни было, потому что это база, это наша граница, это противовирусное действие, кроме всего прочего, это укрепление связи между кишечными клетками. Это защита, кстати сказать, еще и печени тоже, потому что все-таки вирусные дела, да, печень поражать могут, и кремний все-таки это хорошая защита. Ну уж извините, но летом, если вы еще не пили, там, скажем, курсом кремний, лето, самое время начать. И брать его с собой стоит, и я вот далеко ходить не буду, у меня всегда с собой кремний, как вы понимаете, я не дома, да, поэтому я не сняла его с полки, он у меня там половину, нет, вот, и всегда с собой, как вы понимаете, черные тминжетки и специи. Ну, ну, ребята, ну как бы уже давайте мы их выучим, и их возьмем уже с собой, и добавлять будет воду детям, себе, и просто пить эту воду. Нужно немного. Чтобы оказывать профилактическое действие, нужно немного. И вы сразу убиваете двух зайцев. Вы профилактируете любые кишечные инфекции, включая вирусные, включая гельминтные, но при этом вы еще улучшаете реологию крови. Лето – это как ни крути, жара, ну, хотелось бы, по крайней мере. И, соответственно, реология крови страдает, становится кровью более густая. Мы еще забываем воду пить, естественно. И, соответственно, это еще дает нам возможность, ну, как-то так не словить еще и сосудистые проблемы. Поэтому будьте любезны. Значит, что касается еще профилактических средств, конечно же, пихта сибирская. За счет флавоноидов, за счет танинов она действительно является одним из лучших, скажем, профилактических средств. Единственное, что ее пить не все любят. Дети, ну, есть дети, которые любят вкус хвойников, но в основном все-таки это для взрослых. Мужчины, правда, любят пихту, добавлять воду и пьют охотно эту воду. Но для детей все-таки жидкие специи, черный тмин чуть-чуть, просто вот капельку буквально. Вот, лучше, да, и кремный. Прямо можете в воду и все это налить. Ничего страшного не случится. Значит, что касается серебра. Меня очень часто спрашивают про серебро. Вот, Мария Николаевна, вот вы его то назначаете, то нет. Я его назначаю по поводу. И что касается кишечных инфекций, то серебро здесь в тему. И если я ее базово не даю, как крем не пить, то это не значит, что серебро не надо использовать. Нет, его надо использовать, если при первых же вообще подозрениях, что что-то не так с едой, я бы серебро уже взяла и по инструкции, соответственно, использовала бы. И, соответственно, добавлять воду, пить его, промывать им, да, особенно если вы знаете, вот стопилококковую инфекцию мы с вами в каратенечко разобрали, вот тут без серебра вы точно не обойдетесь. И обмывание кожи, и полоскание носа, и рта, горла, ну без серебра вы не обойдетесь. Конечно же, ну часто мне там говорят, вот как же перекусить ребенку, вот я дала йогурт, после этого получила кишечную инфекцию, вот что же делать? Ну, слушайте, если вы путешествуете с детьми, и вы не знаете, чем накормить ребенка, пока вы в пути, или где-то вы остановились, там в непонятном кафе, вы еще можете рисковать, и там что-то съесть. Может быть, даже исправитесь с этим. И в конце концов потом выпейте большую дозу того же там черно-отминной жидкой специи, как-то там вырульте, то ребенка такая ситуация может не сыграть. И вот тогда включается здравый смысл, я надеюсь, и мы тогда берем с собой в путешествиях тоже смесь корней, и ФК с меланином. Если это дети-подростки, можете взять, пожалуйста, коллаген. Но ФК с меланином лучше, потому что меланин, это противовоспалительный агент. И если это маленький ребенок, то смесь корней, чтобы вы не боялись, что он останется без чего-то очень важного, и плюс мультивитаминный комплекс с меланином, вот его ребенок съест охотно, вы можете размешать это как коктейль. Вот, пожалуйста, вот вам перекус. Не надо напарывать ребенка, тем более маленького, в незнакомых местах, непонятными там молочными или какими-то там яичными, да, изделиями, потому что можем кто-то помыть. Вот, соответственно, всегда есть смесь корней, всегда есть МВК с меланином, и ФК с меланином, да, функциональный комплекс с меланином. Здесь главное слово меланин. Хотите, добавьте, скажем, для иммунитета ребенка. Ну, это вот особенно правильные мамы, да, они еще добавляют в этот коктейльчик для иммунитета. Абсолютно логично. Потому что местный иммунитет, он есть в кишечнике тоже, и, соответственно, для иммунитета здесь очень был бы неплох. курс такой. Золотая вода для женщин, я бы все-таки ее рекомендовала тоже как профилактическое средство, потому что вибрации золота, потому что атомарные металлы работают на вибрациях, это чистая физика. Вибрации золота тоже большинству бактерий и вирусов не нравится. В основном бактерии. И здесь я бы даже выделила, наверное, возбудителей ТИФа, пара ТИФа, вот они не любят золото. Особенно не любят. Вот тут вот, да. Если вы знаете, что такая эпидемиологическая обстановка, да, не очень. Сальмонолиоз, ТИФ, это такие ростынчики. Вот здесь золотая вода может сыграть. Конечно же, сорбент А должен быть в любой аптечке, особенно если, ну, лето, и особенно если вы действительно знаете за собой, что любите с полакомиться чем-то непонятно чем. Вот сорбент А должен быть, конечно. и ребенку дать, и высыпать, да, так скажем, какое-то питье, и взрослому дать в капсуле. Ну, тут уже, соответственно, смотрите, какая ситуация, но без сорбента вы точно не обойдетесь. Что касается напитка долголетия, честно вам скажу, вы можете взять только напиток долголетия, и вообще ни о чем не думать, потому что, ну, из каких только ситуаций я не вытаскивал своих пациентов, да и своих близких, с помощью напитка долголетия, я даже вот уже перестала считать, потому что, ну, любое воспаление, что бы вы ни цапнули, да, где-то там на чужбине, или же что-то там происходит непонятное с организмом, и вы понимаете, что, ну, воспаление идет, там больше не температуры, где-то боли, где-то, ну, всегда боль, температура, покраснение, да, отек, это всегда воспаление, да, классические признаки, собственно говоря, воспаления. Вот, пожалуйста, напиток долголетия. Все, вообще вопрос, у организма вопросов нет. Поэтому это, конечно, самое лучшее, что может с вами случиться, если вы можете себе позволить напиток долголетия, в общем, можно даже не думать. Но, если нет напитка долголетия, но есть функциональный комплекс с меланином, там тоже меланин. Есть мультивитаминный комплекс с меланином, там тоже меланин. Если есть бальзам с меланином, там тоже меланин. Пожалуйста, съешь это, потому что меланин лучше, чем все остальное, снимать, чтобы выспать. Чем бы оно не было выспать? Прямо вот бальзам только есть, да, вы там, скажем, его взяли с собой, вот сразу прям с горошину съели, через два часа еще с горошину съели, но ребенку прям полгорошины может. Вот. Для того, чтобы попал в кишечник меланин. И, кстати, вот имейте в виду, меланин может в этом плане вам выиграть время. Если, например, серьезная ситуация, ну, вы просто чтобы довести до клиники, да, вот здесь меланин может прям очень, кстати. Потому что вот те случаи, про которые я вам говорила, из Абхазии привозили непонятные эффекты. Вот. И в одном случае довезли до клиники только благодаря меланину. Именно бальзам с меланином, потому что давали внутрь. Было с собой две банки, вот две банки ушли, но зато потом вытащили. Конечно же, если вы все-таки уже у себя там обнаружили, а потом врачи подтвердили там тот же гепатит, но без алкодетокса вы не обойдетесь, но это уже, конечно, не такая ситуация, да, быстрых решений, да, это все-таки вы приедете домой, скорее всего, и будете восстанавливать печень. Но без алкодетокса вы не обойдетесь. Если у вас с вами путешествуют, или, собственно говоря, поражены, да, были кишечные инфекции мужчины, все-таки не забывайте про мужское здоровье, пожалуйста. Потому что это уникальный противовоспалительный купаж, который, к тому же, еще и мужчине дает такую профилактическую защиту от, ну, специфических, да, поражений простаты и ничего подобного. Смесь для иммунитета, она хороша, опять же, для восстановления, для длительной, задолго до, там, скажем, лета профилактики. Уповать на смесь для иммунитета в острой форме уже, наверное, не приходится. Почему? Потому что он не работает аж быстро. Он работает хорошо и эффективно, но все-таки у него есть накопительный эффект. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны, чтобы, ну, как бы сказать, не себя не... Это скорее уже восстановление, то есть себя не обманывать. И восстановление, конечно, может быть после кишечных инфекций, особенно, если пришлось все равно пропить антибиотики. Конечно, может быть достаточно длительным, но не забываем. Нам важно восстановить саму кишечную систему. Кремний, коллаген, пептиды для ЖКТ. Ну, это уже триада, уже понятно. Алкодетокс, если печень все-таки среагировала не так, как хотели бы. Конечно же, цинк. Конечно же, продолжаем жидкие специи черный тмин. Если у вас есть подозрения на гельминтную инвазию, то, конечно же, курсом антипаразитарный. И это будет восстановительный курс. Потому что паразитов, ну, осенью нам всем гонять, как ни крути. Ну, вы, наверное, понимаете. Перед школой санировать детей, перед школой санировать себя, ну, перед первым сентября, так скажем. Вот, это уже такое, знаете, должно быть время у вас, конец августа, начало сентября. Это время антипаразитарных протоколов. Потому что, ну, лето заканчивается, пора, собственно, и честь знать, да. Ну, у кого-то лето заканчивается в октябре, пожалуйста. У кого-то в ноябре, чистить, тоже, пожалуйста. Антипаразитарный надо пройти. Что же касается напитка долголетия, который я лично использую в любых протоколах восстановления, тоже, будьте любезны, по 10 миллилитров, хотя бы один раз в день, лучше два. На протяжении 30-50 дней. То есть, если вы будете утром натощак и 10 миллилитров 50 дней, вам хватит как раз на 50 дней, это само по себе будет прекрасным восстановлением. Само по себе. Ну, если еще сверху дадите пептиды и кремний, просто вы умничка, молодец. Вот так, коротко, но надеюсь, что достаточно информативно мы с вами эту тему прошли, и мне надо ответить на ваши вопросы, потому что их тоже немало, а на них тоже нужно время. На что сдавать капиллярную кровь? Какой тип анализа? Я так полагаю, что вопрос связан с каким-то моим сообщением о том, что капиллярную кровь было бы неплохо смотреть. При паразитарных инвазиях, вообще при любых, собственно говоря, инвазиях, капиллярная кровь дает очень много информации. Я надеюсь, с этим связан ваш вопрос. И здесь скорее вопрос к тем врачам, которые вообще занимаются этой темой, потому что очень мало врачей, которые, в принципе, смотрят капиллярную кровь. Очень много, можно сказать, по капиллярной. Одной капле живой крови. Но очень мало людей, которые этим занимаются. Очень мало врачей, которые этим занимаются. Если у вас такие врачи есть, это прям большая удача. Есть доктор, я лично работаю с доктором Маликовым Сергеем Васильевичем. Он использует концепцию здоровья в своей практике. Вот он смотрит капиллярную кровь и видно там прекрасно многие виды паразитов, бактерии. Ну, не все можно опознать, да, ну, смотря какой микроскоп. Но видно много. Если же вы имеете в виду капиллярную кровь, которую сдают на так называемые DBS-карты, наносят и сдают на тест на пищевую непереносимость, то это анализ иммуно-хеллс. Потому что вы не пишите касательно чего, да, это капиллярная кровь сдается. Это совсем другая история. Это очень хороший тест, но, как бы, сказать, это немножко история иммунодиетологическая. А вот капиллярную кровь, если смотреть, то вы действительно получите информацию о своем организме, конечно, незаменимой. Но мало специалистов что-то так называют. Так он и называется. Тип анализ, так и называется. микроскопия нативной крови. Ну, если правильно. Микроскопия нативной крови, живой крови. Как вы относитесь к коре осины? Я ее просто обожаю. И ранее, и сейчас корой осины лечили лямблей и аписторхов, клонорхов, плоских сосальщиков. И сейчас лечат. Собственно, лечили сахарный диабет, онкологию, естественно, паразитарные инвазии, естественно, корой осины, кстати, восстанавливали бойцов после кровопотерь. Не так давно, во Вторую мировую войну. Использовали кору осины из золу из коры осины при поражениях кожных, в том числе паразитарных, кстати. По-моему, до сих пор есть схема лечения лишь маниозов золой коры осины, если мне не изменена память. Она мне не изменена. Лечили сифилис раньше, циститы, простатиты, корой осины. Онкология уже сказала, и, кстати, это доказывает, что онкология без паразитарных инвазий, без паразитов в принципе невозможна. О чем я не устаю вам говорить. Дрожжи, бактерии, гельминты, простейшие, распоясавшиеся, они, собственно говоря, и приводят нас к печальному финалу. В коре осины находится тот же агент, называется солицин, который есть и в тополе, который есть и в иве. Больше всего его в белой иве. Ну, собственно говоря, из белой ивы, из коры белой ивы была получена солициловая кислота. Ну, наверное, с этим связано с изменением реологии крови, именно связано то, что кору осины и белой ивы использовали после кровопотери, вообще-то при заболеваниях крови. Так, еще вопросы, где-то я выписывала. Может ли быть инфекция без яркой симптоматики, вялотекущая? Кишечная инфекция очень часто протекает именно в вялотекущем режиме и совсем не обязательно мы там страдаем кровавым поносом неделями. Нет, конечно. И очень часто просто снижение аппетита, подташнивание, слабость, ну и, собственно, и все. Может чуть-чуть послабить единожды, да? И, собственно, все. А, возможно, вы уже, собственно, познакомились, да, с вирусом или бактерией. Но просто у вас хватило возможностей организма, ресурсов иммунной системы, которая помогла вам справиться. Конечно, с амебами такой номер не проходит. Амебы и гельминты, они, как правило, свои возьмут, но при вирусах и бактериях вялотекущий такой процесс очень-очень возьмут. Очень возьмут. Ну иначе бы, собственно, у нас и не было бы столько вирусов. У нас все вирусы в наличии всегда есть. Бактерий тоже достаточно много различных в организме уже есть, которые просто себя не проявляют. Засчет того, что иммунитет справляется. Так, что принимать, если ребенку два года подхватят какую-нибудь инфекцию на море в другой стране, кроме сорбента А? Ну, собственно, я уже и сказала, да, здесь слово меланин, да, чудесным образом работает. Если вы едете в другую страну, то много вы с собой точно не увезете, да, ну, там, банки с кремнием тоже можете не провести. Но напиток долголетия, пожалуйста, ребенку в два года и даже в год можно, да и даже и меньше. Либо, если напиток долголетия, но никак, тогда мультивитаминный комплекс с меланином добавлять в ту смесь, вот смесь для, смесь корней, да, добавлять в какой-нибудь перекус. Вот это вот хорошая тема. Взять с собой бальзам с меланином, да, пометую о том, что, в общем-то, можно вытащить даже на одном бальзаме. Вот, но здесь я бы все-таки сделала упор на меланин, честно сказать. Не на серебро, не на кремния, на меланин. Вопрос, почему PH слюны больше 10, как закислить можно? PH слюны. Здесь вопросов, как бы, два, да, у меня было бы. Вот если бы ко мне пришел пациент и сказал, вот у меня такая история, да, вот PH слюны, у меня такой. Я бы, во-первых, перепроверила бы другими полосками, это раз. Потому что все-таки PH слюны норма это 6,5-7,5. В отдельных случаях может быть 8, но это прям уже прям на грани фола. 7,9-8, это уже прям плохо. Но может такое появляться, если, например, человек недавно был у стоматолога и обрабатывает полустерта там определенными антисептиками, может давать такие подвижки. Могут давать подвижки PH слюны прием препаратов. В частности, Nexium, вот у меня был случай, когда он прям на Nexium, ну естественно, собственно говоря, PH слюны поплыл. Ну и PH мочи тоже. Здесь нужна корреляция между PH слюной и PH мочи, потому что если у вас PH мочи еще, щелочной, то есть алкалоз уже тогда выраженный, PH слюны, высокий PH слюны при нормальном PH мочи, может быть, вот когда. Значит, если вы принимаете на регулярную основу соду, если вы на регулярную основу принимаете препараты, где в побочных действиях написано, что PH может меняться, если вы принимаете какие-нибудь ингибиторы ионной помпы, ну это понятно, что PH мочи и слюны будет меняться, но если PH мочи, например, нормальный, вы только что, например, прошли детокс на соде или на чем-то, выровняли PH мочи, а PH слюны очень высокий. Вот если такая ситуация, тогда я бы подумал о том, что идет деминерализация зубов, то есть разрушаются зубы. Главным буферным микроэлементом, как мы всегда с вами говорим, является защелачивающий, является все-таки кальций в меньшей степени магний, в меньшей степени кремний, ну и так дальше. Но кальций на первом месте. И если PH мочи более-менее нормальный, но вы бы там его выравнивали, не выравнивали, а PH слюны высокий, то это деминерализация костей. И я бы тогда посмотрела бы уже уровень кальция сывороточного, фосфора обязательно, потому что если будет деминерализация костей, то фосфор поплывет, он выйдет в кровеносное русло, то есть вы его увидите в сырке, в большем количестве. И тогда давать надо кремний, и тогда собственно надо следить, чтобы не было алкалоза, ну как бы общего, да, вот, но кремний тогда сразу надо давать. Тогда мы уже говорим, что ну зубы посыпятся, тяга. То есть надо тогда понимать, почему идет до минерализации, то есть последний оплот, да, где кальций, откуда кальций легко вытащить-то, это зубы, кости уже на втором этапе. И конечно, если такая ситуация, я бы смотрела исследование, которое называется денситометрия, посмотреть нет ли деминерализации костей, что гораздо хуже, чем даже деминерализация зубов. Ну вот, наверное, вот так бы я ответила. Так, связаны ли с животом, ну, наверное, с кишечником, да, связаны ли с кишечником такие болезни, как сакроэлит, артроз, кондилоартрит, как их остановить. Ну, у меня, как иммунодиетолога, можно не спрашивать, связаны ли или нет. Конечно, связаны. И для меня вот здесь на первое место все-таки выходят причины, да, сакроэлита того же, скажем, крайне неприятное заболевание сакроэлит. Очень редкое было раньше. Это поражение, если не ошибаюсь, у школы, у школы такой есть сустав, такой, как бы сказать, он сустав, он почти неподвижный, но если он воспаляется, то человек по прямой идти может, а вот ногу вниз, например, ступеньки вниз, он уже не может спуститься. Это неприятная вещь. Но когда он все-таки может проявляться, да, тот же спонтилартрит, да, или, скажем, сакроэлит, когда? Но онкология, да, уже такая запущенная, но это редко. Более частая причина инфекционная, но тоже это обычно все отслеживается. И самая все-таки частая причина это аутоиммунное поражение. И здесь я как иммунодиетолог могу сказать четко, абсолютно, вот здесь бы пригодился, тест иммунный хелс однозначно. Но если вы, скажем, не можете, да, по какой-то причине сдать не тест иммунный хелс, то аутоиммунный протокол вам точно нужен. Конечно же, я пометую о том, что самыми противными и вредными белками, обидчиками сейчас у современного человека являются все-таки дрожжевые белки. Конечно, вам порекомендовал бездрожжевой протокол без вариантов. Но аутоиммунный протокол пока вы там будете собираться, да, раскачиваться на бездрожжевой протокол, обычно на него раскачивают, потому что много надо убирать из ассоциона. Но пока вы раскачиваетесь, кремний, коллаген для суставов и позвоночника, ну, пожалуйста, уже начните, и аутоиммунный протокол фона, да, либо персонифицированный аутоиммунный протокол по тесту и готовьтесь к дрожжевому протоколу. Вот, наверное, так бы я вам ответила. Ну что, мои дорогие, мы с вами как-то после небольшого перерыва снова встречаемся и надеюсь, что встречи будут опять же регулярными и, соответственно, вы будете писать свои вопросы, которые иногда интереснее, да, бывают, чем сам материал эфира. Ну, иногда бывает очень неожиданно, и я очень люблю неожиданные вопросы, испытания, как сказать, для моего интеллекта, да, мне хочется вспомнить медицинскую науку, не заскучать. Вот, и для вас это ваши вопросы. К любому эфиру вы можете задать любой вопрос. Я всегда отвечу на любой ваш вопрос, насколько я смогу, конечно. Спасибо вам за внимание. До следующей пятницы будем встречаться пока что по пятницам, 10 часов утра. Тему готовьте уж, будьте любезны сами. Что вас интересует, то мы и осветим. До свидания, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok